Спасибо еще раз за представление, спасибо за замечательное мероприятие. Я бы хотел рассказать, как мы можем взаимодействовать с окружающим нас миром посредством такой технологии, как Bluetooth из веб-приложений. Зачем вообще все это нужно? Многие из вас слышали про интернет-вещей, многие из вас знают про интернет-вещей, и уже сейчас с каждым днем становится все больше и больше каких-то новых девайсов, новых устройств. Интернет-вещей становится реальностью. И при всем при этом было бы здорово как-то взаимодействовать со всем окружающим нас зоопарком, каким-то естественным и легким для нас образом, и также предоставить какой-то легкий и удобный путь разработки для разработчиков этих устройств. Одной из таких технологий, которая позволяет нам взаимодействовать с устройствами, является технология Bluetooth. Bluetooth является очень перспективной технологией, потому что Bluetooth встроен во все телефоны, во все смартфоны, во все планшеты. Он достаточно понятен, достаточно прост, и Bluetooth является одной из основных технологий для интернета вещей. Уже сейчас вот был принят черновик, новый стандарт Bluetooth 5.0, который появится, поэтому все это дело будет только развиваться. Все это здорово, но, как правило, для работы с Bluetooth до недавних пор нам всегда нужны были какие-то нативные приложения, то есть Bluetooth это было всегда что-то такое сложное, вам нужно было каждый раз скачивать отдельное приложение от производителя и так далее, и так далее. Но ситуация меняется, и у нас появляется все больше и больше новых технологий и возможностей. Например, одна из таких технологий, про которую я сейчас расскажу коротко, это Physical Web. Данная технология позволяет нам обнаруживать устройства вокруг нас. Естественно, чтобы взаимодействовать с чем-то, мы должны сначала это обнаружить. У нас есть несколько сценариев взаимодействия, давайте рассмотрим их чуть поподробнее. Самый простой вариант это Classical Web. С помощью Physical Web мы можем просто опустить шторочку у нас в телефоне, обнаружить устройства, которые находятся вокруг нас и перейти по ссылке, которые транслируют эти устройства. То есть это самый такой простой вариант. У нас есть какая-то умная, скажем, автобусная остановка, которая просто транслирует ссылку на расписание автобусов. Мы можем перейти, посмотреть страницу, подчеркнуть какую-то информацию и так далее. Более сложный кейс, когда есть устройство подключения к интернету. Например, это умный торговый автомат какой-то или парковочный автомат, когда мы можем подойти к нему, опустить шторочку, увидеть ссылку, перейти, произвести оплату с помощью, скажем, каких-то веб-сокетов или еще чего-то устройство получит сигналы, команда информацию какую-то о том, что мы что-то оплатили. Но не всегда у устройств есть возможность подключаться к интернету. И у нас есть третий сценарий, который называется веб-блютуз, про который я сегодня буду рассказывать чуть подробнее. Условно мы можем получить сигнал от какого-то устройства со ссылкой на страницу, перейти на эту страницу и с помощью этой страницы, из этой страницы взаимодействовать с устройством посредством блютуз. Не нужно писать никакой нативный код, все это делается с помощью джава-скрипта, делается очень быстро, там буквально за 30 строчек, 40 строчек мы можем взаимодействовать с устройством. Я в конце покажу демку. И вот эта вот черепашка, это немедленный джава-скрипт, это просто дешевая игрушка, которая была в форме черепашки в хэппи-мил или что-то такое. С помощью веб-блютуз мы можем управлять не только игрушками, в виде вот такого вот робота, но и взаимодействие с какими-то более сложными устройствами. И, конечно же, для взаимодействия с устройствами, с умными вещами мы можем использовать не только смартфоны и телефоны, но и, скажем, наши ноутбуки, макбуки или гугл хромбуки, обычные ноутбуки. Здесь, к сожалению, должны были быть гифки, но гифки не показываются, а потому что аппаратура не позволяет. Но я расскажу. Значит, здесь у нас представлена небольшая игрушка, которая может менять цвета и издавать какие-то звуки. Показаны вот такие вот свечи. Вот такую демку я покажу в конце и летающий котик. Жалко, что котика не удалось показать, потому что все любят котиков. К нему можно подключиться и управлять этим котиком. Он летает по комнате. Все это очень здорово, весело и просто. Как же заставить веб-блютуз работать? Для начала нам нужно задействовать его в хроме с версии 53+. Сейчас актуальная версия, по-моему, 54. Все это уже доступно в виде trials. Есть такая штука. Кто знает про trials? Один человек. Короче, это возможность с помощью включать какие-то экспериментальные фишки. То есть это не вендорные штуки, а вот именно экспериментальные. Вы можете какую-то из опишек включить у себя, получить там API-ключ и так далее. Но после того, как это выходит из, скажем, экспериментов, у вас этот функционал пропадает, потому что он переходит в обычный функционал браузера. На самом деле нам нужно зайти просто в Chrome Flex. Там есть поле enable web bluetooth. Мы его можем сделать enable. И после этого мы сможем сканировать окружающее нас пространство, подключаться, читать какие-то данные и писать, соответственно, какие-то данные. Как это работает? Во-первых, это работает только в безопасных контекстах, работает только с помощью HTTPS. По-другому заставить это работать нельзя. Вы можете использовать Chrome Editor или там есть Chrome Web Server. У Python есть Tiny HTTPS Server, по-моему. И также вы можете использовать GitHub Pages для прототипирования и разработки. Если вы хотите выкатить в production какую-то страницу с поддержкой блютуса, вам нужно будет, наверное, получить, не наверное, а точно получить сертификат с Let's Encryptом. Это сейчас достаточно просто. И обязательное взаимодействие с пользователем. Это одно из условий, без которого это не работает. То есть перейдя на веб-страницу, мы не можем взаимодействовать с устройством, ни сканировать, ни читать, ни писать данные, пока пользователь сам не нажмет на какую-то кнопку. Это обязательно условие. Это сделано для приватности, безопасности и уважения максимального к пользователю. Основу блютус. Кто знаком хотя бы поверхностно или слышал про стек блютус? Кроме тебя есть еще три человека. Стек блютус, с одной стороны, вроде бы достаточно прост, но с другой стороны, если начать с ним работать и разбираться с помощью какого-то блютуса API, то становится все не так уж просто. Что нам здесь нужно знать? Что есть уровень железок, то есть контроллеров, и есть уровень приложений, и вот нечто между ними. Вот это называется такой хост уровень. Там есть generic access profile и штука, которая называется generic attribute profile. Generic attribute profile сокращенно называется GAT, GAT service. Он описывает набор каких-то функций, возможностей, которые предоставляет этот контроллер, это устройство. На уровне generic attribute profile мы можем выдать наружу какие-то сервисы. Здесь представлена иерархия, как это делается. То есть у нас есть GAT профиль, у профиля есть сервис. Например, в сервисе мы можем выдать уровень заряда батареи. Это называется battery service. Her trade service говорит о том, что он может выдать сердцебиение, скажем, если у вас пульсометр. И так далее. Ну и дальше за сервисом идут характеристики. Это непосредственно уникальный идентификатор. Значение, уровень доступа. То есть можем ли мы только читать, писать и так далее. Здесь приведен пример GAT сервисов. Есть стандартизованные GAT сервисы, у которых есть закрепленный идентификатор, у которых есть закрепленные названия. Вы можете перейти на страницу. Здесь она не приведена, но если вы поищите GAT сервис, то вы обязательно наткнетесь на нечто подобное. Приведен сначала вот такой список, потом есть подробное описание каждого сервиса. Здесь вы можете посмотреть, какие у него есть права, какие у него есть свойства. Можете вы писать, читать или получать сервер инициирует подключение, сервер инициирует, например, ну мы инициируем обнаружение, мы можем подключиться, подписаться на что-то, читать данные, это все инициируем мы. Но если, скажем, мы подписываемся на нотификации, то мы можем попросить устройство нотифицировать нас об изменении, тогда как бы это вот со стороны сервера происходит какой-то interaction. как с этим работать? Все из вас, наверное, знают, что JavaScript, он немножко однопоточный, если мы не говорим про Node.js. Вот это вроде бы и хорошо, и вроде бы и плохо, но нам нужна какая-то асинхронность для того, чтобы работать с Bluetooth. Поэтому веб Bluetooth API очень сильно полагается и основывается на понятии промисов. Кто знаком с понятием JavaScript промисов? Вот, рук уже достаточно. Промисы позволяют нам обрабатывать какие-то синхронные вещи так, как будто если бы они были синхронными. Кто не знаком, я советую прочитать, посмотреть, что это такое. Здесь вот приведен пример небольшого промиса, самый такой базовый. Ну и также в своих вот демках, которые будут дальше, я использую стрелочные функции. Это обычные, не знаю, стрелочные функции ECMAScript, которые просто позволяют писать код короче, и они лексически привязаны вот к значению this. Значит, сканирование. Любое взаимодействие начинается с того, что нам сначала нужно обнаружить устройство, то есть надо сканировать пространство. Я надеюсь, вам хорошо видно. Значит, для того, чтобы сканировать устройство, мы используем навигатор Bluetooth Request Device. Здесь мы можем применять какие-то фильтры, отфильтровывать по сервисам, например, по названию. Точно так же мы можем использовать идентификаторы. Если мы сканируем какой-то нестандартный сервис, а скажем, вы придумали что-то, какую-то свою железку, и хотите добавить туда возможность работы с Bluetooth, вы можете использовать полный Bluetooth Suite, 16-32-битный формат. Выглядит это все вот так. То есть вы можете в сервисы закладывать фильтры, любые значения, которые вам подходят. После того, как мы просканировали пространство, обнаружили нужный нам сервис, нужное нам устройство, мы можем к нему подключиться. Подключение инициируется с помощью вот такого совсем простого кода. Если мы подключились, то есть мы нашли девайс, подключаемся к нему. Если все окей, то окей. Если нет, то выдаем какую-то ошибку. Как вы можете видеть, все это достаточно просто. Чтение характеристик. После того, как мы подключились, соответственно, мы бы хотели прочитать какое-то значение. Как мы это делаем? Мы используем все тот же навигатор Bluetooth Request Device, отфильтровываем сервисы, подключаемся, получаем вот этот battery сервис. Получаем какие-то характеристики. Если все окей, то мы просто читаем значение, делаем read value, ну и дальше выводим значение. Если что-то пошло не так, то выводим ошибку. Все, все предельно просто. Вам больше вообще ничего не нужно писать. Это весь код для того, чтобы подключиться к устройству, прочитать характеристику, то есть прочитать доступные характеристики, потом его значения. Также вы можете добавить event listener. то есть это возможность подписаться на какое-то событие. Если вы хотите читать, скажем, уровень заряда батареи по мере его изменения, то вы можете это сделать с помощью вот такого небольшого куска кода. Мы делаем все то же самое, просто здесь в характеристиках добавляем не read, а используем event listener и подписываемся на изменение батареи. Здесь вот его читаем, выводим на экран, то есть вот здесь value. И если все окей, то, пожалуйста, выводим значение. Но что если мы хотим записать? Это все делается так же просто. У Bluetooth устройств есть возможность записывать какие-то значения. Например, вы хотите сделать заводской сброс. Вы можете передать просто единицу в соответствующий профиль и устройство сбросится на заводские настройки. Все это делается точно так же. Все тот же навигатор Bluetooth request device. Мы вот используем фильтры. С помощью фильтров находим нужный нам сервис, находим какую-то контрольную точку, получаем характеристики. И reset energy expanded, то есть мы передаем просто единичку. И какое-то значение reset-ится, сбрасывается. Нотификации. Чуть раньше я показывал пример, как мы можем добавить event listener, но есть возможность немножко по-другому подписываться на события с помощью нотификации. Код выглядит почти так же, но немножко, наверное, по-другому. То есть да, здесь все те же event listener. По-моему, все это то же самое. Вот. Primary service, да, hertrade и так далее. Дальше. Как отключиться от устройств? Ну, во-первых, мы можем отключиться просто вырубив Bluetooth, а можем отключиться нормально, то есть добавив какие-то события, чтобы их отработать, показать как-то пользователю. Отключение происходит достаточно просто. Мы можем следить, кстати, за состоянием подключения, делать reconnect и дисконнекты по мере нашей логики, как нам все это нужно и так далее. Какой сейчас у всего этого статус? Где это работает и как это работает? Это работает в андроиде. В андроиде с версии 5, то есть с Lollipop. 5, 6, 7, все это прекрасно работает. На версии 4.4, по-моему, не работает. Да, на версии 5.5, на версии 5, точнее, в Lollipop. Нужно использовать специальные билды хромиумов. Шестерки и семерки работают все из коробки. Я позже покажу демку, и вы сможете подключиться, посмотреть, если у вас андроид 6, 7, управлять каким-то устройством. Все это работает в Linux, если вы используете более-менее свежее ядро и библиотеку Blues, это такой стэк для работы с Bluetooth-устройствами версии 5.41 и выше. Также это работает в Mac, но тут важно понимать, что некоторые версии MacBook, особенно Air, у них старый Bluetooth-контроллер, который все эти функции не поддерживает, и там это не работает. Это как-то работает на Windows. Я, честно говоря, не знаю, никогда не пробовал, никогда не проверял. Насколько я знаю, там нужно вот это… Я специально не переводил это на русский, чтобы было так, как это написано в документации. Вам нужно сначала подключиться к устройству, потом вы можете с ним как-то взаимодействовать из браузера. Значит, не поддерживаем платформы. WebView. WebView это пока не работает, но, наверное, появится позже. И это не работает на iOS. Кто знает, почему не работает на iOS? Нет, не совсем. Кто знает, как работает Chrome в iOS? Да. Да, вокруг веб-кита. На самом деле Chrome – это просто рендеринг над веб-китом, поэтому концептуально Chrome в iOS – это тот же веб-кит, почти тот же Safari со шкуркой снаружи и с добавлением некоторых сервисов. Вот сейчас веб-блютуз в iOS не работает. Как вы уже догадались, все это работает в Chrome. Или в браузерах на основе Chrome, например, Opera. Это все хорошо поддерживает. Поддерживает Chrome. Chromium, естественно. Что насчет других браузеров? Очень много тикетов относительно веб-блютуз в Edge. В Firefox это как-то работает. Это какой-то стандартный браузер, по-моему, от Samsung или от Android. Я не знаю, что это такое, честно говоря. Это серво. В серво это работает на начальном уровне, и это совсем не работает в Safari. К сожалению, в Safari это не работает, и работать в ближайшее время вряд ли будет. Поэтому основным браузером для работы с веб-блютуз является Chrome, у которого самая большая доля рынка. Поэтому это все не так критично. Какие есть библиотеки и демки? Во-первых, вы можете использовать библиотеку Polymer, которая называется Platinum Bluetooth. Также вы можете использовать веб-блютуз Утилс. Это NPM-модуль, который еще сильнее упрощает работу с блютузом. Также у нас есть очень прикольная статья Get Started with Web Bluetooth. Там статья и приложение, которое позволяет генерировать вам код. Вы просто заходите на страницу, вводите туда все, что вам нужно. Вы выбираете, например, вы хотите подключиться, прочитать значение или записать значение. Вы в дропдаун менюшке выбираете, что вам нужно сделать, вводите фильтры, названия, и оно генерирует весь код для работы с блютузом. Это делается прямо на странице. Если вы уже блютуз-разработчик, у вас есть Bluetooth Developer Studio, то там есть плагин, который точно так же генерирует весь необходимый код. То есть это делается буквально за 5 минут. Также есть куча демо готовых. Есть ресурсы, где можно все это посмотреть, почитать. Есть эмулятор устройства, который работает на Android 7. Да, на Android 6, по-моему, не работает пока. Вот страница со спеками и так далее. Презентацию, я думаю, организатор расшарит. Вы это все можете посмотреть. Или просто в гугле поискать по ключевому слову в Bluetooth. Теперь время демки. Давайте я попробую сделать некоторую демку. Я думаю, в зале точно есть люди, у которых есть Android 6.0. Да, или 7.0. Сначала я покажу со своего телефона, с танго, а потом вы сами сможете подключиться к какому-то устройству и что-то с ним делать. Для этого мне нужно будет спрыгнуть со сцены. Вот, у нас есть вот такое небольшое устройство. Это Bluetooth-свечка, Bluetooth-лампочка, которая позволяет вам из браузера подключиться к нему и управлять. Сейчас я его включу. Нет, для начала я включу телефон. Так, танго, 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 танго. Вот, с помощью технологии Physical Web, если вы включили Bluetooth и GPS, вы можете видеть нотификации у себя в шторке. Если вы опустите шторочку, кто-то увидит ссылки. Там будет ссылка на мой Twitter, будет ссылка на страничку для работы с этой лампочкой, и еще на что-то. Сейчас, секундочку. Я увидел. Я не настроился там. Я сейчас включу свою лампочку. Я специально так и как-то... Теперь. Все видите экран. Сейчас я включу. Транслятором ссылки может являться и само устройство. Просто для демки было сделано вот так. Но ссылку может транслировать и само устройство. Мне кажется, мне нужна твоя помощь. Можешь подойти? Подержи микрофончик, пожалуйста. Значит, мы можем просто опустить шторочку. Подержи, пожалуйста. И здесь вот видим nearby. Переходим в nearby notifications. И здесь вы можете увидеть вот play bulb candle demo. Это просто веб-страница, которая открывается в нашем... Спасибо. Которая открывается в обычном хроме. У меня не коннектится. А потому что что-то надо включить. Мы нажимаем кнопочку connect и сканируем, сканируем, сканируем. А кто-нибудь подключился уже к ней, нет? А, ну вот, человек подключился, конечно. Сейчас... Поменяйте. Да, поменяйте цвет, пожалуйста. Отключись, пожалуйста, чтобы все видели с нашего экрана. Да. Давайте сначала я покажу демку, а потом вы сможете поиграться, наиграться все. Вот. Вот. Мы обнаружили устройство, можем к нему... Да не обнаружили. Подключиться. Выбираем устройство. Делаем к нему connect. Вот. После того, как мы подключились, у нас открывается обычная веб-страница, где мы можем менять какие-то эффекты, как оно будет моргать, светиться и так далее. Сейчас я его заставлю пульсировать. И красным цветом. Видно? Не пульсируем. А я вот так вот показываю. Вот. Вот так, да. И все это делается с помощью обычной веб-страницы. Давай поменяем на синенький. Вот. И как вы видите, на самом деле, оно все достаточно быстро реагирует. То есть я вот переключаю. Здесь rainbow, пульс, флешинг. Такая игрушка стоит, по-моему, самая дешевая лампочка, которая с цоколем, она стоит порядка 10 баксов в Америке. Эту вы можете купить, наверное, тысяча за 2 рублей. Что-то такое. Зачем? Что? Зачем? Зачем? Вот эту лампочку я купил, чтобы показывать демо. Но вы можете взять Bluetooth-контроллер и собрать своего радиоуправляемого робота, например, который будет управляться с помощью простой веб-страницы, а не нативного кода. Зачем? Чтобы это было просто и удобно. Идея такая, что… Не, на самом деле достаточно надежно. То есть суть в том, что вы можете оказаться в ЭГУ, в торговом центре, у себя дома, и вам не нужно ставить миллион приложений, вы просто опускаете вот так вот шторочку. Оп, да. Видите вот здесь nearby. Открываете список ссылок, и здесь вот ссылка на одну из моих работ, ссылка на мой твиттер и на лампочку. То есть вот так вы можете легко взаимодействовать с приложениями без установки каких-либо приложений, если Дэн не сломает лампочку окончательно. Вот. Я сейчас от нее отключусь, а вы сможете подключиться и управлять ей. Да, в целом у меня на этом все. Я потом покажу код, с помощью которого все это работает. Все это достаточно легко и просто. А завтра на IoT-воркшопе вы сможете написать свою веб-страницу, свой код, который будет работать с этой лампочкой или с каким-то другим Bluetooth-устройством. У меня на этом все. Всем спасибо. Я готов ответить на ваши вопросы. Лес рук. Давайте по очереди кто-нибудь. Я… нет, пока не отключался. Здравствуйте. У меня вопрос. Можно ли заставить Google Chrome выступать не в качестве сервера, а в качестве клиента, чтобы к нему подключались? Ну и, например, связать два Android-устройства по Bluetooth. Так зачем тебе для этого Google Chrome? Для этого есть куча других API. Но вообще можно. Ты можешь написать… Например, чтобы мультиплеер сделать. Что, прости? Чтобы сделать мультиплеер в игре по Bluetooth. Мультиплеер в игре делается с помощью… В Android есть так nearby messages API. Nearby connections API и nearby messages API. Для мультиплеера тебе нужно использовать nearby. Это best practice и так это надо делать. Я просто кроме JavaScript ничего не знаю. В целом ты можешь это сделать. Но, наверное, не на Android, да. То есть ты можешь запустить у себя в Chrome. Есть Chrome Dev Editor. И Chrome веб-браузер позволяет запустить веб-сервер у тебя в Chrome с HTTPS. И ты можешь написать какую-то страничку, которая там будет хоститься и как-то взаимодействовать с другим Chrome. То есть я могу сделать демку, которая будет работать на Note. И взаимодействовать с ней с телефона. Но вот запустить веб-сервер на телефоне я не пробовал. Наверное, в теории это возможно. Я понял. Спасибо. Пожалуйста. Раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за доклад. И, возможно, немного глупый вопрос. Но я не совсем понял, как обстоят дела с безопасностью подобных устройств. То есть какие могут быть угрозы и как можно будет их избежать? Мне очень нравятся вопросы про безопасность, которые начинаются. А какие могут быть угрозы? Вот. С безопасностью, во-первых, это работает… Кстати, кто подключился? Вот кто играется? Прекрасно. Вот видите, все это просто и все работает. Во-первых, не все профили, характеристики эти, они доступны для записи. Некоторые вы можете только прочитать, а некоторые прочитать не можете. Если вам нужно какое-то безопасное устройство, то вам не нужно выставлять интерфейсы наружу. Это раз. Во-вторых, вы можете сделать парольный доступ и так далее. То есть это работает в HTTPS, это не работает без взаимодействия с пользователем. То есть нельзя зайти на веб-страницу и подписаться на что-либо. Пока вы сами не нажмете на эту кнопку. Как-то так. Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Звиат. Спасибо за доклад. Пожалуйста. У меня два вопроса есть. Во-первых, я смотрел аналогичный доклад по Physical Web с Polymer Summit. Там демонстрировалось с помощью всяких маячков взаимодействия, например, с коробкой, с лекарствами или еще с чем-то. Вопрос. Каким образом мы можем сделать такие маячки? То есть требуют ли они какую-то энергию, батарею или еще что-то? Или это что-то вроде NFC или там RFID карточек? Как это работает? Нет, это Bluetooth. Как мы можем сделать маячок? Я правильно понял вопрос? Да, да, да. Его проще купить, он стоит 10 долларов. А, то есть он продается и он энергонезависимый, он где-то лежит. Они работают от батарейки. Сейчас маячки есть вот размером где-то с 5 рублей и до вот таких огромных коробок, которые работают от сети, то есть не от батарейки. От батарейки в зависимости от температуры, от частоты трансляции сигнала, силы трансляции сигнала, они могут работать, скажем, год, два или три. То есть сами маячки, это достаточно просто их достать, купить. Хорошо, спасибо. И еще один вопрос. Возможно ли это как-то связать с сервис-воркерами? То есть можем ли мы, например, повесить куда-то страницу и заходить в нее в оффлайне? Конечно, это все работает из сервис-воркеров. То есть это… да, 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 ты точно заслужил футболк. То есть если, скажем, у нас девайс, который требует только Bluetooth, вообще не дергает интернет, то я могу полностью в оффлайне на него зайти? Конечно, ты подгружаешь весь этот код. Это где-то 40 строчек JavaScript. Ты его кэшишь оффлайн и тебе интернет не нужен для того, чтобы подключаться. То есть это все прекрасно работает. На самом деле это не только в Bluetooth. Есть так называемая группа API, которая называется Web Sensors API. Я его, точно. И многие из них доступны из сервис-воркеров. У них разный сейчас статус имплементации, но вот Web Bluetooth вполне себе работает. Хорошо, спасибо. Да, это такая Web Sensors API. Это вишенка на торте про Progressive Web Applications. Пожалуйста. Добрый день. Возник такой вопрос. По количеству одновременных подключений к серверу. Есть какие-то ограничения? Нельзя, например, считывать или несколько подключаемых устройств сразу заюзать? Bluetooth умеет работать только точкой-точкой. Ничего не изменилось, собственно говоря. Нет, вышел новый стандарт. Ну как вышел? Он был принят, черновик для выхода Bluetooth 5.0. Вот он поддерживает подключение больше одного. Bluetooth в данном случае это Bluetooth 4.0, 4.2, там Bluetooth Low Energy. Также только точка-точка. Вы не можете подключаться, много подключений делать. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Я хотел спросить, а что делать, если хочется поработать с концепцией Physical Web, которая работает на Google Chrome, Android, но не хочется тратить деньги? И как реализовать вот эти именно маячки Eddystone, которые используются в самих… Легко. Легко? Во-первых, вы можете запустить Beacon Toy, называется приложение для андроида, и оно эмулирует маячок. Во-вторых, даже если у вас нет второго телефона, вы можете… Сейчас я вспомню название. Оно называется, по-моему, Node, Eddystone, Beacon, эмулятор, что-то такое. То есть вы устанавливаете к себе на компьютер Node.js. В Node.js вы устанавливаете блин и Bluetooth Low Energy, Node, что-то там. То есть какой-то модуль для работы с Bluetooth. И поверх него устанавливаете этот эмулятор. Там вы выбираете вид пакета, который вы хотите транслировать, и вставляете ссылки. То есть на своей первой презентации я со своего ноутбука транслировал ссылку на свои слайды. То есть это все легко делается. То есть можно с ноутбука даже старого выпуска, например, 2011 года, который содержится веб. Ну, насчет старого обязательно должен быть Bluetooth версии 4. Да-да-да. Если Bluetooth версии 4 есть, то это работает на любой, по-моему, да, не по-моему, а совершенно точно на Windows, Linux и Mac. Главное поставить Node и вот эмулятор. Спасибо. Пожалуйста. Просто, ребят. Спасибо большое за доклад. Вот единственный вопрос, который еще хотелось поднять. Вопрос логирования. Пожалуйста, подскажите, буду ли я уверен, если вот ваша система умной дома будет внедрена тоже в моем доме, и когда я уеду на две недели, то я смогу посмотреть, что происходило на моих датчиках ранее до моего приезда? Сможете. Каким образом? Ну, пишите консоль точка лог точка, ну, скобки, что-то куда-то. Ну, то есть, как бы это зависит не от веб-лютус API, а от того, как реализовано ваше устройство, код работы с устройством и так далее. То есть, ну, это вообще вопрос несколько сторонний. Ну, да, конечно, вы можете там включить разные уровни логирования, вести журналы. А можно из розетки выключить. Вот подсказывает мне один эксперт по андроиду. Да, и не будет болеть голова, пользовался кто-то или нет. Нет, никто не пользовался. Спасибо. 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 Спасибо.